Вот свиньи. Так владельцы хряков весом под 150 килограммов называют не только своих питомцев, но и заводчиков-аферистов. Последователи нового модного увлечения разведения карликовых поросят, так называемых мини-пигов, заявляют о массовом обмане. Якобы им под видом миниатюрных особей, размером приблизительно с таксу, подсовывают детенышей обычный свиней. Поросят вырастают и делают жизнь своих хозяев невыносимой. Опустить под нож жалко, ведь они становятся почти членами семьи. Доходят до того, что из-за питомцев распадаются семьи с пострадавшими. Встретилась Татьяна Прокуратова. Москвич Александр Беликов с трудом протискивается в комнату. Фунтик сейчас весит 160 килограммов. Это он еще похудел. Был 180. Вспоминает, 5 лет назад вместе с женой решили завести какого-нибудь необычного зверя. Мнения сошлись на мини-пиге, карликовой свинке. 30-40 килограммов. Но вместо декоративного кабанчика супругам подложили свинью. Фунтик, так назвали поросенка, начал быстро полнеть. Заводчица через полгода, когда мне позвонили с претензиями, призналась, что она скрестила визинау с обычной визлоблюхой свиньей. То есть при покупке этого здания не было. Забирать назад животное заводчица отказалась. Предложила просто перестать кормить свинку. Мол, двух столовых ложек каши в день будет достаточно. Диета Фунтику пришлась не по душе. С голодухи он сгрыз два ноутбука, провода, почти всю мебель и новый паркет на балконе. Пришлось вернуться к обычному корму. В типовой московской однушке Фунтик продолжает разрушать жизнь Александра. Его жена ушла со словами «либо я, либо свинья». Саша готов отдать питомца в добрые руки, но Фунтик, похоже, никому не нужен. Татьяна Покуратов, Максим Мовчан, Андрей Лазарев, Сергей Евдокимов и Андрей Семенов. Вести, дежурная часть. Бля, какая грустная хуйня. Идем дальше. Айо, Брянс, Гетто, Кузьма на связи. Я тут. Закиров, привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Утопер. Я собираю свой театр имени Ютуба. Точнее, театр Ютуба имени Кузьма Гридина. И Михаил в недавнем времени вошел в этот театр, участвует в моем новом проекте, который я собираюсь релизить. Ну, не в скором времени не буду обманывать. И так уж получилось, что Миша живет в Европе. Тебе конкретно? В данный момент я живу в Литве. Я подумал, что у меня было интервью с Владимиром Оксфордом, где вы чуть-чуть узнали о том, как поступить за рубеж, какие-то моменты о самой учебе в самом университете узнали. И я бы сделал точно такой же вопрос по поводу жизни в Европе, потому что сейчас многие россияне лезут в Европу. К сожалению. К сожалению, ты не совсем, да? Я не буду тем человеком, который будет говорить, что уезжайте, там все заебись. Извиняюсь за мат, ты не против. Да, я буду скорее наоборот говорить, что оставайтесь, ребята, не стоит. Особенно, если вы живете в каких-нибудь больших городах. Смысл переезжать из Москвы, из Петербурга, куда-нибудь, в Финляндии даже, в которой считается одна из самых благополучных стран, особо финансово чисто нет. Ты в Финляндии жил больше всего, да? Десять лет, да. Да, вот в России заебись. О-о-о, друг. Смотрим полностью. Какие еще друзья в час ночи? Спакла... Не-е-е, смотрим полностью. Ложись, завтра с ними сходишь. У нас вообще-то уже семья, и ты так делать не можешь. А, она сказала семья. Окей, хорошо. Мне послышалось. Ты уже взрослый человек, и должен быть ответственным. Слушай, братан, я все понимаю. Пятница, хочется погулять, повселиться. Но в этот раз лучше прогнись, потом погуляешь. А то тебе это боком выйдет. Нет. Бля-ть. Кто деньги в дом приносит? А кто этот дом для тебя уютным делает? Кто тебя поддерживает в каждую трудную минуту? Ты вообще меня слушаешь? Кто деньги в дом приносит? Молодец. Ну-ка быстро извинись, пока хуже не стало. Не извиняйся. Это удел слабых. Я соберу вещи! Скатертью дорога. Какой скатертью дорога? У вас 6 лет отношения. Иди извинись, пока не поздно. В море полно рыбы. У вас 6 лет отношений, иди извинись, пока не поздно В море полно рыбы 6 лет отношений, иди извинись, пока... В море полно бизьбы Да ладно тебе, померите, с кем не бывает Ну да, кстати, что там по счету? Всего 1000 Кто сегодня плачивает? Брата, ты выпил только один бокал пива Кинь только свою долю Может поделим? Чувак, всего 1000, может кто-то один заплатит? Ну да, тем более у меня налика нет У меня тоже Братан, сегодня твоя очередь Ты им ничего не обязан Они платили за тебя Ну и... Придорки Я нет Что нет? У тебя тоже нет налика? Нет Я вкину только за себя Чувак, это твои друзья Не порть с ними отношения В море полно рыбы Рыба всегда на страже Чувак, у тебя проблемы с деньгами? Скажи, у тебя нет никаких проблем У меня нет никаких проблем Так в чем тогда дело? Хватит тратить на них время Дело в том Не надо Что я заказал всего один бокал пива Ох, чувак, ну и грязь Оплатить за три бокала пива Я не намерен Вот Бля, Кузьма, попроси Хованского Чтобы он тебе купил, блядь Пиво, кофе там Как обычно На хуе Мои деньги Счет я разобью Удача Брата Ты забыл сдачу Сдачу только же дождется Я думаю А, ну да Сдачу только дождь Бля, изжога Изжога Ой, изжога, блядь Ой, пиздец Ой, пиздец Ой, бля-бля-бля-бля-бля Ну Я остался совсем один А кто по-двоему в этом виноват? Виновата в этом Его тупые друзья И тупая девушка Виновата твоё высокомерие Он не высокомерен Он просто знает себе цену О, пришла извиняться Братан, это твой шанс Послушай Блядь Нахуя Это причём, по-моему Когда это было? Когда это было? Снято Блядь 17-й нахуй год Серьёзно Нахуя Снимать скетчи С содержанием Как Блядь Ну, типа Ну, знаете До самых маленьких Нравоучительной истории Про эгоизм И так Вот нахуя Зачем? Чтобы что? Ну, типа Можно было шутки Добавить Какие-нибудь Блядь Или это подразумевает Что это не комедия Это, блядь Что-то такое Очень Лирическое Драма Я просто реально Неебучим Что хотелось Блядь Донести Этим видосикам Блядь Ну, типа Если бы Утопиан Подговаривал Кузьму Всех убить Блядь Это бы Имело смысл Как контент Ну, типа Блядь Мобы Погорячились Ну, наконец-то Она это признала Наконец-то Ты это Молчи Извиняйся Я хотел сказать Что я Извиняюсь Извиняюсь Я Погорячился Прости Я очень Тебя люблю Хватит Душить Бибу Каблук Мне нужно Убыться Не будь Пожа Лыста Каблук Отлично Теперь давай Мириться с друзьями Мда Еще раз Съезди в бар Знаешь Это отличная Идея Думаешь? Нет, конечно Ты только что Из бара Позвони ему Алло Лиза А, Даня тоже рядом Но это даже к лучшему Сделай громкую связь Ребята Я хотел сказать Что я вел себя Как мудак Как мудак Я зачитаю Этот донат Я не знаю Что на меня нашло И вообще Я сегодня Кое-что понял Я понял Что высокомерие До добра не доводит И иногда Оно может касаться Самых близких людей Я перед вами Извиняюсь Мне очень стыдно Да, братан Мы тоже тебя Блядь Они все еще в баре сидят На хуй Оценим И, конечно же Мы тебя прощаем Но Ты даже Колу не открыли Блядь Но вот тут Такое дело Нас Из бар не выпускает А, все Понятно Слушайте Ооо Сюжет Все понятно Хорошо Хорошо Понял Ставь все деньги Хорошо Действительно Панчлайн Слышите Реально Панчлайн был Ты уверен По-моему Не очень хорошая идея Вы что делать Не ставь все деньги Поставь Хотя бы половину Ну я не знаю Кто не рискует Тот не пьет шампан Правильно В баре ты не пил шампан Потому что жадный был Да Охуенно Чего Вот основной Панчлайн Ты что бабок мало Я ставлю все деньги Правильно Ну че поехали Видали сколько я выиграл Сразу Казино Кукан Блять В контексте Этого Этого Видео Охуенно Смотрится Блять Видос Утопиана Про Про Свирнина Блять 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 Михаил Ты играл В рекламе Казино Казино Кукан Блять Кузьмы Ты Блять О чем Блять Какой Нахуй Какой Нахуй Про Свирнина Блять Обманывает Школьников Блять Ты серьезно Блять Ты такой Пиздец Я Вообще В душе Не ебало Существование Этих Видео Пока На стриме На стриме Яна Не увидел Спасибо За подписку Бибень С Василом Смотрели Эту Блять Просто В душе Не ебал Что это Имело Место Когда Охуеть Спасибо За Просмотр Казино Вулкан Блять 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 Все Кто Рекламирует Казино Блять И Тотализаторы И прочих Хуй Сосы Всех Гнать Надо В сраку Со всех Платформ Хуй Сосить Так Ну Вот это Самый Смешной Человек Блять В интернете Как Известно Хузьма Ты должен Мне 5000 Рублей Хорошее Начало Так Потому Что В этом Видео Ты тоже Купил Поддельного Мини Пига Блять Стендап Который Я тебе Отправляю Друзья Я знаю Комики Вы все Бедные В основном Я готов И нету Записи Нигде Я На ютубе Искал Я Вбил Кравченко Стендап Кравченко Открытый Микрофон Дмитрий Кравченко Юмор 5000 Рублей Кто Даст Запись Открытого Микрофона Где выступает Дмитрий У тебя Есть запись Уступление Кравченко Сейчас Если Есть Когда Ты его Посмотришь Переходи В описании Там Реквизит Избирката Я жду Перевод У тебя Или Ты Здесь Здесь Материал Который Мне Не Понадобится Я На него Не Рассчитываю Поэтому И Прикрепил Но Даже Несмотря На Эту Флаковую Подборку По Реакции Зала Мы Понимаем Что Даже Это Лучше Чем Твои Сходки Где Ты Рассказываешь О том Что Ты Будешь Делать Летающий Цирк Лаврентия Берии Наслаждайся И Не Забудь После Просмотра Перевести 5000 Реквизиты В Описании Смотрите Кто В прошлый раз Гладкая Рубрика Помните Похороны Ну Это Прямо Знаете Комедия Роба Райнера Под Названием Фуэн Жаба Мед Гадюка Вот Сегодня Сейчас То же Самое Сейчас Под Вашим Адресменты Как Это Работает Я Считаю Шутки Старого Архива Своего Если Смешно Смешно Я Понимаю Что Еще Живет Если Не Смешно Вы Сори Замолчите И Соответственно Я Убираю Это Круто Это Интересно Давайте Вместе Включайтесь Мистеру Я Подаю Ему Пока Она Вернулась Спасибо Да В конце Виде Хочу Обратиться Чуваку Которого Это Знать Не Знаю Ты Почему Себе Позволяешь Такие Выражения Мой Адрес Крафтинг Как Ну Реально Отсос У меня Была Такая Же Позиция Что И Этого Хмыря Я Отказываюсь Я Приеду На Фестиваль Стендапа На ТНТ Подойди И Скажи Мне Все Это В Лицо Ты Приглашаешь На Свои Подкасты Людей Которые Ни Кроме Реакции На Украинские ТВ Шоу Не Делают Ты Приглашаешь На Комедийный Подкаст Видимо На Подкасте Настало Время Когда Пора Приглашать Поповых Блогеров Как Я Обожаю Вот Эта Вот Срач Русских Стендаперов Ни У Одного Из Них Походу Ни Одной Смешной Шутки Блять В Их Жизнях Не Было В Принципе Но Они Готовы Бить Друг Друг Ебальники За Каждое Напоминание О Том Что Ни Одного Из Ни Ни Одной Смешной Шутки В их Нахуй Жизни И ты Это Делаешь Но При этом Осуждаешь Других Людей Которые Используют Инструменты Раскрутки Как Например Делай Обзор На Кого-то В Ютубе Это Нормально Точно Так же Как Пригласить На Комедийный Подкаст Людей Которые Обозревают Украинские ТВ-шоу Это Лицемерная Позиция Ты Выглядишь Как Лицемерная Первая Смешная Шутка Кравченко Беру Свои слова Обратно Это Было Смешно Давайте Еще Раз Есть Такой Вид Просмотра Типа Кринжевый То есть Ты Специально Чтобы Вот Так Нет Давайте С Нормальной Скорости Дальше Посмотрим Да Кузьма Не забудь Про Пять Косарей Похуй Давай Всем пока Есть Такой Вид Просмотра Типа Кринжевый То есть Ты Смотришь Специально Чтобы Вот Такое Чувство Словить Ебаное Меня Можно Назвать Артист Я Хочу Снимать Своё Шоу Скетчей Я Даже Придумал Название Летающий Цирк Монти Пайтона Ой Пиздец Летающий Цирк Лаврентий Берия Точнее Но Так И Не Реализовав Так Образовательно-развлекательный канал Uber Маргинала Ссылка В Описании Продолжение следует